Здарова, другие подруги! Допустим, вы, прогуливаясь по округе, нашли какой-нибудь старый аккумулятор, сосунг или ему аналогичный. Не спешите выбрасывать его на помойку. Кое-что из этого аккумулятора вам конкретно пригодится, а может быть даже он весь целиком. Сейчас расскажу. То, как лайфхакнуть аккумулятор и реанимировать его, я уже рассказывал. Достаточно с помощью пассатижек сломать ему вот эту вот крышечку, добраться до вот таких контактов и мертвый аккумулятор можно будет загрядить напрямую, зарядить до напряжения, когда вот этот вот самый контроллер начнет срабатывать. И тогда у вас в распоряжении появится хороший аккумулятор, может быть недостаточно большой емкости, но вполне пригодный для самоделок. Но сегодня речь не об этом. У многих любителей самодельщиков в самоделках, либо даже в гаджетах используются вот такие симпатичные и емкие литий-ионные аккумуляторы. Их можно, конечно, покупать. Вот лично я их нахожу в блоках питания ноутбуков, разбирая их старые батареи, проверяю на пригодность и использую в своих целях. Но использовать такие аккумуляторы немножко неудобно тем, что их надо заряжать. Да, аккумуляторы, представляете себе, надо заряжать. И в общем-то ничего сложного, взял себе вот такую стандартную зарядку для телефона, разобрал какую-нибудь мышку, срезав с ее провода вот этот вот разъем и оголив пару проводочков, подключай себе и заряжай себе. Но такая зарядка не всем нравится, да и не всегда проканает. Дело в том, что иногда такие аккумуляторы могут выйти из строя, а иногда перегреться. И для этого нужно придумать какую-нибудь систему защиты от перезаряда и переразряда таких аккумуляторов, чтобы они послужили вам дольше и работали надежней. Как быть, вот сейчас я об этом вам и рассказываю. Вот тут-то нам и пригодится старый аккумулятор, который мы подобрали на дороге. Конечно, если он исправен и мы проверили его батарею, ставить на ней крест не стоит. Но если батарея вышла из строя, поставим на ней большой жирный красный крест и отнесем в специальный бачок для утилизации. Не выкидывайте аккумуляторы просто так в мусорные баки. Это очень нехорошо. Это ежиков убивает. Но выкидывать неисправную батарею целиком вовсе не стоит. Если банка аккумулятора не работает, вполне может нам пригодиться. Как раз вот этот вот тот самый контроллер заряда и разряда этого аккумулятора. Достаточно просто вскрыть эту крышечку и добраться до самой платы контроллера так, чтобы можно было ей воспользоваться. Мы видим под платы контроллера контакты и их можно срезать ножничками, либо отпилить напильничком. Это кому как больше нравится. Под небольшой пластмассовой заглушкой как раз находятся все схемы и микросхемы, в том числе и мощный полевой транзистор. Кстати, здесь он спаренный. Если вы владеете искусством пайки, то вместо ножниц с напильником вы можете воспользоваться паяльничком. Давайте попробуем эту плату аккуратно отпаять. Вдруг у нас получится. Вот здесь и здесь у нас припаяны контакты. И я постараюсь их изъять. Вот так вот потихоньку плата сходит. К снятой с аккумулятора плате стоит припаять парочку проводов, желательно разного цвета, красный и синий. Обычно у таких плат защита идет по минусу. То есть вот здесь вот у платы минус, а вот здесь находится плюс. Его легко найти. Если перевернуть платку, то он сквозной с вот этой вот клеммой. Это как раз плюсовая клемма вашего старого аккумулятора. Вот сюда и паяем все плюсы, а сюда паяем минус. Именно эти провода пойдут у нас к заряжаемому аккумулятору. А вот с этой стороны мы припаяем как раз тот самый разъемчик USB, о котором я вам сказал ранее. Его я срезал с компьютерной мышки. Плюсик будет находиться как раз напротив оранжевого провода, так что тут затруднений быть не должно. А вот минус через систему защиты припаивается вот к этой клемме. Наша самоделка практически готова. Ну а теперь соблюдая полярность припаяем аккумулятор, который мы будем заряжать. Не забывайте где у аккумулятора плюс, где у аккумулятора минус. Наш самодельный поварбанк с защитой от перезаряда готов. Осталось оккультурить его с помощью синей изоленты. Смотрите. 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 Если вид синей изоленты вас немного раздражает, то корпусом для этого поварбанка может послужить даже гильза от охотничьего патрона. В такую гильзу легко входит эта батарея. И мы можем получить вот такое простое устройство. Оригинальный получился поварбанк, не правда ли? Но для брутальных мужчин я могу предложить гильзу и побольше. Тогда уже такой зарядник удивит многих ваших друзей. Как пользоваться таким зарядником для зарядки сотовых телефонов учить, я думаю, никого не надо. Но на всякий случай подскажу и покажу. Вот такой вот переходничок надевается на наш USB зарядник. И сотовый телефон к нему подключается для зарядки через гнездо. Все, сотик заряжается от гильзы. Для того, чтобы зарядить поварбанк, мы просто снимаем переходничок и подключаем поварбанк к розетке. Бояться перезаряда не стоит, ведь мы поставили туда контроллер. Как сделать индикатор заряда для такой забавной и очень нужной в хозяйстве самоделки, я расскажу в следующем видео. На этом все. Пока. До следующих встреч.